и всем привет меня зовут лена крупина и сегодня в видео мы обсудим последние самые обсуждаемые новости из мира художественной гимнастики что там с допуском россии на международные старты об отстранении ирины винер как прошел турнир в италии подробности по делу о насилии в италии а также о свободе анастасии симаковой будет интересно поэтому усаживайтесь поудобнее и давайте узнавать то о чем все говорят в нашем мире прошедшие выходные состоялся второй этап клубного чемпионата италии где мы увидели новые постановки софии рафаэль и милены балдасари анастасии симаковой и других интересных гимнасток с мировой арены за что я люблю итальянский клубный чемпионат так это однозначно за его организацию прекрасную трансляцию а главное бесплатную и качественную единственный минус который меня прям бесит это то что комментаторы говорят по итальянски и я ничего не понимаю ну кроме си 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 так я думаю что нам с вами точно пора заняться изучением итальянского языка учитывая как твердо сборная италии укрепляется на мировой арене и как часто мы про нее говорим но и у меня для вас есть потрясающая рекомендация с бесплатным трехдневным интенсивом итальянского языка от екатерины степанцовой преподаватель со стажем более 25 лет на ее счету 200 переведенных фильмов 15 книг 500 живых мероприятий и работа на федеральных каналах за три дня интенсива вы узнаете о самых частых ошибках с которыми сталкиваются те кто только начинает изучать язык поймете как их не совершать научитесь читать заводить и поддерживать диалог с итальянцами практически погружаясь в их культуру так что если у вас есть мечта понимать итальянский и полноценно следить за клубным чемпионатом италии который ежегодно собирают лучших гимнасток со всего мира или может быть вы давно мечтаете отдохнуть в италии то сейчас самое время подарить себе возможность заговорить на итальянском ссылка на бесплатный интенсив в описании обязательно переходи и не откладывай ну и после того как вы присоединились вернемся к клубному чемпионату италии так мы увидели еще часть новых постановок из мировых лидеров выступила абсолютная чемпионка мира софия рафаэль с мечом под конец упражнения были и потери и софия даже упала но в целом постановка довольно интересная мы наконец-то увидели то самое упражнение милены баласари о самоубийстве под песню storm my ад как я уже говорила это круто и мне безусловно нравится такая гимнастика когда сочетается красота и художественность со сложными элементами и интересной работой предметом тара драгаш еще на гимнастке италии про которую мы стали часто говорить как в россии огромная скамейка запасных так и в италии теперь тоже потому что красоток там действительно достаточно которые удивляют интересными вещами очень нравится у тары интересная работа с предметом но и она еще старается удивлять поворотами надо сказать здесь есть чем но с приходом лалы все больше и больше гимнасток этим удивляют поэтому уже не скажу что прям удивительно мой фаворит по повороту панше пока однозначно остается эльжана таниева ну и анастасия симакова еще одна гимнастка которую мы очень ждали на турнире в италии очень нравится как настя поменялась и как повзрослела и я не одна такая часто натыкаюсь на такие комментарии и сообщения что настя стала прям крутой хотя по мне она и была крутой просто сейчас ее стало видно очень рада что мы наблюдаем за ней на международных турнирах по выступлению удалось не все но как я наверное уже сто раз говорила в начале сезона это нормально что гимнастки ошибаются ну и про настю думаю уже все знают что настя теперь свободная гимнастка и сможет выступать за сборную германии из минусов что только с марта 2024 года однако учитывая что олимпиада в августе то можно не терять надежду что она может попробовать отбираться в германии на этот турнир кстати информации про открепление от федерации россии так и не было и решение вынесла международная федерация гимнастики так что мы так и не знаем добровольно настю отпустили или все-таки решили что пусть они там сами разбираются учитывая что заявление со стороны во фхг и главного тренера не было то можно догадаться что в россии этому остались не очень рады в целом вся эта история странная и я надеюсь что мы еще не узнаем поподробнее а пока будем радоваться и наблюдать за настей на международных стартах где она сможет выступать буду держать вас в курсе как минимум в телеграме также из приятных сюрпризов увидели екатерину веденееву катя выступила с лентой в очень красивом клубном купальнике под невероятную песню я тебя никогда не забуду ну что сказать смотря на катю прям реально смотришь на взрослую гимнастику которая пробирает до глубины души это не просто набор элементов это прям песня телом мне очень понравилось но еще мне показалось что катя немножко схуднула но и не уходя далеко от италии подробности о которых я еще не рассказывала которые всплыли по скандалу в италии с насилием тренера если кто пропустил то вся история заснята в двух видео и есть отдельный подкаст но об этих подробностях я еще нигде не рассказывала так по делу против стефани фольяты всплыли факты о том как именно тренер издевался над гимнастками так следователи выяснили что стефани фольяты неоднократно била гимнасток в коморке в спортзале в том числе и а личи тольете происходило это в случае если стефани фольяты была расстроена выступлениями гимнасток или из-за их веса она била их по лицу пенала в спину несколько раз снимала как гимнастки плакали девочки находились в зале весь день других людей кроме тренерского состава не было школа они не ходили был единственный двухчасовой частный урок поэтому людей кто мог бы заметить что-то неладное просто не было рядом от тренера был приказ детям родителям ничего не рассказывать и гимнастки слушались пока все не зашло слишком далеко в общем с такими подробностями у меня точно нет теперь мысли что гимнастки неженки и ленивые тут явно что-то уже переходящая грань расследование по главному тренеру эмануэля макарани еще идет на данный момент она тренирует гимнасток и была на контрольной тренировке сборной однако италия не единственная страна где в гимнастике сейчас большие проблемы так на россию налетели черные тучи родители гимнастки и тренеры не перестают ругать федерацию руководство и министерство спорта за отсутствие евска уже многие пишут в органы что турниры проходят а как выполнять и по каким правилам непонятно хотя говорят что кому-то выполнение приходит но массово мне пишут сообщение и просят помощи родители дети и тренеры что беда и что делать никто не знает ирину винер упрекают за то что она занята развлечениями и концертами хотя есть проблемы важнее валерия осикова тренер клуба five sisters из санкт-петербурга поделилась что для нее сейчас самое страшное в действиях федерации это неопределенность и хаотичность так валерию беспокоит что сначала внутренние приказы издают а потом пытаются их как-то осуществить так с новыми правилами и сначала их приняли а потом оказалось что не могут внести в евска и все уже устали от такого подхода так валерия добавила что дети все разные и кто-то выстреливает раньше а кто-то позже гимнастика это в первую очередь осознанный подход к тому что ты делаешь ну и есть такое что мы чемпионы двора в 10 лет делаем что-то невообразимое а к 15 годам заканчиваем со спортом так быть не должно ведь итоговая цель у нас у всех одна выйти на уровень международных соревнований именно так она прокомментировала новое правило и погоню за неограниченным количеством трудностей тела я согласна с валерией и правда в россии сейчас происходит все очень не системно и получается что нас и в мире давят еще и в стране происходят некомфортные вещи для большинства так фиш нам обещал в конце марта вынести решение о допуске или продлении санкций но порадовал чуть раньше сказав что все санкции против россии и белоруссии продлины до дальнейшего уведомления то есть наши спортсмены не могут по-прежнему выступать на международных стартах под эгидой фиш пересмотр санкций возможен но только после окончания своего как я поняла так что пока мы грустим что наши гимнастки заперты своих парниках но и это еще не все так спустя почти два года ирине виннер вынесли приговор о дисквалификации на два года одной из причин стал скандал который разгорелся после олимпиады в токио с натальей кузьминой об этом я рассказывала в отдельном видео на канале так что можете поискать и освежить в памяти информацию как пишут сми дисквалификация это результат иска кузьминой на снятие ее с кандидата на должность главы технического комитета также причиной дисквалификации стали публичное заявление ирины виннер сделанное в сми после поражения сборной россии на олимпиаде в токио но еще один пункт это отказ должным образом сотрудничать со следствием что касается натальи кузьминой я конечно не знаю доскональной внутренней кухни но то что ирина александровна заявляла что она вообще ничего не сделала для россии но мне кажется это совсем не так ни один олимпийский цикл правила писали под российских гимнасток как минимум но и про олимпийские игры это уже отдельная история достаточно посмотреть мое видео с разбором про фразы что ирина виннер говорила что именно она ее туда направила и кузьмина неблагодарная но я не думаю что она бы там задержалась на 26 лет если бы сама по себе не была компетентным человеком так что для меня отзыв кандидатуры кузьминой выглядит как месть ирины александровны или поиск виноватого в ситуации в которой по факту для меня виноват ковид который все планы сбил и подготовку расстроил но и в целом я не люблю такие громкие заявления когда кто-то кого-то оскорбляет называет никем и говорит что он лучше всех что касается публичных заявлений тут я думаю вопросов вообще нет интервью было очень много и сейчас они продолжаются когда ирина александровна не стесняясь выражения говорить что россия лучше всех и учиться у мира нам нечему но и про третий пункт отказ от сотрудничества со следствием тут я вообще не поняла о чем речь но мне кажется это самое интересное у меня из мыслей только про то что было расследование про снятие натальи кузьминой с кандидата на должность главы техкома и как раз был подан иск наталья и возможно именно про это расследование идет речь у меня по крайней мере других мыслей конечно нет но если это так то даже интересно почему ирина александровна не помогла если она была заинтересована именно в правде пишите в комментариях ваши мысли по всем этим новостям уверена вам есть что здесь добавить и есть определенные мысли с радостью их почитаю не забывайте переходить по ссылке и присоединяться к бесплатному марафону по итальянскому языку ну и мы увидимся в следующем видео помните что я вас всех очень сильно люблю и пока пока